Потребление алкоголя в настоящее время является одним из главных факторов смертности трудоспособного населения. Например, по оценке экспертов, с потреблением алкоголя связаны 69% смертей от цирроза печени. Тем не менее, благодаря принятым мерам, потребление алкоголя в нашей стране снижается. Одной из таких мер является неделя отказа от алкоголя, которую Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило на период с 10 по 16 июня. О факторах риска и профилактике алкоголизма мы сегодня говорим с главным врачом областной психиатрической больницы номер один Михаилом Щербаковым. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот неделя отказа от алкоголя. Почему всего неделя и почему так важно отказаться от алкоголя полностью? Давайте с этого начнем. Ну, давайте начнем с этого. Что такое неделя отказа от алкоголя? Дело все-таки не в названии. Это неделя, месяц, год или день. Дело в том, чтобы эта проблема была озвучена, то есть привлечь внимание к именно злоупотреблению спиртными напитками. Что касается отказа от алкоголя, ну, это действительно важно, потому что что такое алкоголь? Алкоголь – это нейротоксический яд, который растворяет, собственно говоря, клеточную мембрану. В любых дозах алкоголь, собственно говоря, токсичен. Поэтому очень важно привлечь внимание к этой проблеме. И Минздрав действительно объявил с 10 по 16 июня о неделе трезвости. Эта проблема влияет напрямую как на криминогенную обстановку в стране, собственно говоря, так и на демографическую напрямую, которая тоже страдает вследствие злоупотребления алкоголем. И, конечно же, с десоциализацией злоупотребляющих людей этими напитками и так далее. То есть проблема глобальная. Смотрите, любимый, наверное, вопрос у всех, когда речь заходит об алкоголе, это есть ли безопасные дозы все-таки или нет? Ну, что такое безопасные дозы? Я уже сказал, могу только повторить, что в любой дозе это нейротоксический яд. И те вот данные, которые приводят, что маленькие дозы полезны для расширения сосудов, но понимаете, что за расширением сосудов потом наступает обратный момент, когда они сужаются. Вот, поэтому нет, безопасных доз не существует. Какие мероприятия в этой неделе проводятся, кроме того, что мы обсуждаем эту проблему здесь и сейчас? Ну, в нашем регионе специалисты областного наркологического диспансера консультируют жителей по вопросам лечения зависимости алкогольной. Плюс, соответственно, стартовала так называемая карта трезвости акции. Что это такое? Это организатором выступил областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. А речь идет о том, чтобы трудовые коллективы сделали так называемый флешмоб, сфотографировались и, соответственно, также присоединились к этой неделе трезвости. То есть, эта фотография не на фоне, я так понимаю, алкогольной продукции? Ну, как минимум. Какую лепту областная психиатрическая больница в это во все вносит? Областная психиатрическая больница лечит в основном психиатрических больниц. Но у нас существует отделение для больных, которые страдают сопутствующими заболеваниями. То есть, у него есть какое-то психическое заболевание плюс наркологическое заболевание. Соответственно, на базе психиатрической больницы лечатся в том числе и люди с алкогольной зависимостью. Ну, то есть, помимо профилактики, еще какая-то работа проводится? Конечно, конечно. Это не только профилактика. Это как лечение любого наркологического больного. Вывод из острого состояния, лечение сопутствующей патологии и, соответственно, противорецидивной терапии. Давайте поподробнее об этом поговорим. Как проходит лечение? То есть, это анализы, психотерапия, амбулаторная или госпитализация? Ну, начнем с того, что лечение наркологических больных, условно говоря, делится на три этапа. То есть, если больной поступает в состояние, так называемой, острой отмены алкоголя, то есть в абстиненции, либо в состоянии алкогольной интоксикации, то есть опьянения алкогольного, то первое, что должны сделать врачи, это, конечно, вывести его из острого состояния с помощью массивной инфузионной терапии. Второе. После того, как минует вот этот вот острый период в течение нескольких дней, там 4-5 дней и так далее, существует следующий этап – это лечение сопутствующих соматических заболеваний. Для этого у пациента берутся анализы, его смотрят различные специалисты, терапевты, неврологи, хирурги, и, соответственно, лечат уже сопутствующую патологию. Реабилитация какая-то подразумевается? Да, безусловно. В нашей больнице есть отделение, вернее, да, отделение психосоциологической, социальной реабилитации, где больные проходят последующую реабилитацию. А вот насколько важно одновременно работать с семьей человека, который злоупотребляет алкоголем? Обязательно надо работать с семьей, потому что есть такое название у наркологов как созависимость. То есть люди, зависимые от человека, который злоупотребляет спиртными напитками. Это не только родственники, это коллеги по работе, это врачи, которые его лечат, на самом деле, как ни странно. Это родственники, которые тоже страдают в какой-то степени, вот человек, который злоупотребляет. Им тоже нужна в какой-то степени помощь психологов и психотерапевтов. Ну, то есть вы как в психиатрической больнице комплексно к этому вопросу подходите? Да, конечно. Есть такое понятие, как клуб анонимных алкоголиков. Существует ли он у нас и взаимодействуете ли вы с ним? Да, безусловно, существует. Нами налажено, вернее, Министерством здравоохранения Владимирской области, налажено очень громадное, плотное взаимодействие с клубом, вернее, движением анонимных алкоголиков. Значит, размещены везде информационные щиты в медорганизациях нашей области. Например, я знаю, что размещены в городской больнице номер 2 города Владимира, в областном наркологическом диспансере не размещены, в нашей больнице три штуки щитов размещено, в ЦСФП, в Гусь-Хрустальном, в Юрьев-Польском, в Буроме, в Коврове и так далее. Это общество анонимных алкоголиков проводит регулярные встречи с пациентами, стационаров тех или иных, в том числе и с областным наркологическим диспансером. И оказывают огромную помощь в преодолении вот этой вот алкогольной зависимости. Но это, скорее, психологическая работа в большей степени. Да, конечно. Как вы, как главврач психиатрической больницы, ее оцениваете? Ну, это уже последующий этап после медицинской помощи, скажем так. И это все-таки этап, да, есть такой реабилитации, которая требует помощи психолога. А клуб анонимных алкогольков может заменить индивидуальные сессии с психотерапевтом или все-таки нет? Ну, это все индивидуально. У меня есть очень хорошие примеры, где действительно вот буквально недавно, сегодня у меня был на приеме подэкспертный, не пациент, я просто проводил судебно-психиатрическую экспертизу, который, собственно говоря, избавился от зависимости именно вот с помощью общества анонимных алкоголиков. А то есть работает? Да, это работает. Если говорить о сроках лечения, я понимаю, что все индивидуально, но есть какие-то, наверное, стандарты, которых вы придерживаете? 21 день обычно для лечения наркологического больного. Для чего нужен стационар? Скажем так, не только для того, чтобы под контролем круглосуточного медперсонала выводить человека из этого острого состояния, хотя это тоже очень важно, естественно. Нужна изоляция от алкоголя, чтобы немножечко мозг перестроился. Вместо поиска алкоголя он занялся поиском чего-то другого, какой-то альтернативы, скажем так. Поэтому 21 день – это тот срок, за который все-таки нейронные связи немножечко перестраиваются в этот момент. Поэтому после этого срока можно уже более-менее человека выписывать, скажем так. А кто может к вам обратиться? Тот, кто почувствовал, что зависит от алкоголя, или, не знаю, скажем, родственники могут прийти пожаловаться? Родственники, конечно, могут прийти пожаловаться, но без желания самого больного лечение начать невозможно. Лечение алкогольной зависимости не предусматривает принудительных мер медицинского характера. Если по решению суда человека, который страдает наркотической зависимостью, можно, так сказать, направить на принудительное лечение от наркотической зависимости, то по отношению к алкоголю это, к сожалению, невозможно. Это исключительно добровольное лечение. Пока сам больной не подпишет согласие на лечение, он не может поступить в стационар. А вообще часто человек осознает, что у него проблемы и приходит к вам? Да, очень часто. На моей памяти очень часто люди, которые не могут сами остановиться, выйти из так называемого запоя, люди, которые чувствуют, что они уже совсем, так сказать, дошли уже до крайности, они, конечно же, сами просят помощи. У меня даже были пациенты, которые поступали, они находились в период ремиссии, находились в период трезвости, вынуждены, скажем так. И они чувствовали так называемую тягу к приему алкоголя. Мы называем это, слово тяга мы не очень любим, мы называем это патологическое влечение. И вот когда они чувствовали вот это вот влечение, они сами приходили в приемное отделение, обращались с просьбой изолировать их, соответственно, в стационар. Принимаете, да, таких? Да, конечно. А как вообще понять человеку, что у него с алкоголем проблемы? Потому что, ну, не все же себе в этом признаются. Ну, как правило, когда уже страдают, какие-то социальные связи, когда прозвенят какие-то звоночки вокруг человека, тогда человек начинает что-то понимать. Допустим, его выгоняют с работы, допустим, у него начинаются проблемы со здоровьем. Ну, тут даже до самого отсталого слоя населения начинает доходить, что что-то надо делать с этим. Кто-то находит в себе силы прекратить злоупотребление, кто-то обращается к врачам, кто-то продолжает до победного конца. Все индивидуально. А как вы относитесь к понятию бытовой алкоголизм? Я не очень понимаю, что такое бытовой алкоголизм. Понимаете, есть в МКБ определенное заболевание, есть синдром зависимости от алкоголя, у него есть четкие критерии. Если эти критерии не соблюдаются, то синдром зависимости не ставится. Обычно ставят, ну, там, пагубное употребление алкоголя с пагубными последствиями и так далее. Наверное, это и имеется в виду бытовое пьянство. То есть, что такое синдром уже зависимости от алкоголя? Когда у человека формируются запои, когда он начинает похмеляться и так далее. Когда у него формируется обстиненный синдром с соматическими всякими и психическими нарушениями. То есть, а до этого момента это еще в рамках какой-то погрешности, я так понимаю, да? Ну, понимаете, есть такое понятие, первая стадия синдрома зависимости от алкоголя. А на самом деле, очень тонкая грань, как его отделить от обычного употребления алкоголя, до сих пор, по-моему, наркологи затрудняются объяснить. Ну, то есть, индивидуально все-таки подходите, да? Конечно. Я предлагаю ненадолго прерваться и посмотреть, как сюжет, каким тревожным последствиям может привести злоупотребление алкоголя. Полиции региона пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного мужчину, который угнал КАМАЗ с одного из предприятий Суздальского района. Погоня произошла в ночь субботы на воскресенье. Пьяный мужчина, 28 лет, был соискателем на одной из вакансий предприятия. Увидев грузовик, решил покататься. В итоге угнанный КАМАЗ на ряд ДПС заметил на выезде из Суздаля. Автомобиль на высокой скорости ехал по трассе, совершая опасные манёвры, в том числе с выездом на встречную полосу. Сотрудникам пришлось истабельно вострелять по колёсам. Только тогда грузовик съехал на обочину, где и перевернулся на бок. Угонщик был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе проведения мероприятий по задержанию никто не пострадал. В настоящее время дознавателям отдела дознания ОМВД России по Суздальскому району в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 166 Уголовного кодекса РФ и статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. В этом году сотрудники ГИБДД оформили свыше 2140 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекция регулярно проводит рейды, устраивая сплошные проверки транспорта на дорогах в областном центре и районах. Немало случаев, когда уже лишённые прав водители снова садятся за руль. Таким нарушителям уже грозит уголовная ответственность. Есть примеры, когда у таких нерадивых водителей по решению суда конфискуют и транспортные средства. Михаил Александрович, у вас богат опыт. Может, поделитесь, что должно у человека щёлкнуть в голове, чтобы он сел за руль пьяным? Сложно сказать. У пьяного человека всё, что хочешь, может щёлкнуть. Может, за руль мотоцикла сесть, и машины, и велосипеда. Пьяный человек непредсказуем. А, как я уже говорил, алкоголь – это нейротоксический яд, который снимает тормозное действие коры головного мозга. И у человека реализуются такие желания, о которых он в трезвом состоянии даже подумать бы не мог. Поэтому, что у него в голове щёлкает, голова предмет тёмный, и исследование не подлежит. Помните, как в одном фильме говорили? Тем более у пьяного. Какие есть факторы риска заболеть алкоголизмом? У тебя не существуют наверняка? Вы знаете, существуют диссертации, существуют исследования, существует масса всяких материалов научных и так далее от какой-то молекулярной генетики, от, соответственно, следственных факторов. Но, честно говоря, вот я, когда работал наркологом в 17-й больнице в Москве давным-давно, ещё в 2010-2012 году, я не замечал каких-то явных предпосылок именно для заболевания алкоголем. Ну, вспомните, например, наших там великих кумиров, там, советских актёров, там, Даль, Высоцкий. Ну, чего уж там кривить душой? Люди злоупотребляли по полной. Вообще в Советском Союзе пили по-страшному. На самом деле, я это время ещё застал, в 80-е годы, вытрезвители были забиты, люди валялись на улицах. И между нами, немножечко, извините, уйду в сторону. А когда Горбачёв начал, как бы его ни ругали, бороться вот с этим вот ограничением продажи алкоголя, даже речь не шла о сухом законе, как при Николае, там, Втором и так далее, во время Первой мировой войны. Было просто ограничение продажи водки с двух до восьми, в дикие очереди, значит, Рубилова вот это вот в магазинах, я его помню прекрасно, я ещё был подростком тогда, мужики с ума сходили, больше двух в руки не давали. Но, по статистическим данным, резко в стране упала мужская смертность и резко подросла рождаемость. Заодно это можно пожать ему руку, собственно говоря, Михаилу Сергеевичу, царство ему небесное. Ну, всё-таки есть люди, которые в зоне риска, не знаю, может быть, какие-то особенности по возрастным группам. Абсолютно не зависит от возраста. Конечно же, среди молодых людей алкоголизм, понимаете, он развивается постепенно. Человек молодой может злоупотреблять алкоголем, не чувствует долго похмелья, то есть не похмеляться какое-то время. Ну, ему нравится такой образ жизни, в общем, разгульный, весёлый, компашки, рестораны, ну, всё что угодно. А с возрастом, конечно, всё это протекает сильнее, человек начинает сначала похмеляться, сначала у него один день, потом второй день вроде как поправить здоровье надо, вроде как ему посоветовали. В отличие от наркотиков, это всё развивается постепенно. Алкоголь ломает личность гораздо быстрее, и человек деградирует гораздо быстрее по наркотикам. Алкоголь такой же яд, как и наркотики, но действует гораздо медленнее. Поэтому с возрастом он развивается, конечно же, сильнее. Хорошо, сформулирую по-другому. А средний возраст заболеваемости какой-то высчитывался когда-нибудь? Абсолютно никакое. Отделение было забито, ну, скажем так, от 20 до 60 лет. Ну, скажем так, среди старшей группы возрастов, конечно, пациентов немножко больше. Но молодёжь, понимаете, вот насколько я припоминаю состав отделения наркологического. Многие старики, которые выросли на натуральной пшеничной водке на берегу какого-нибудь там, не знаю, там, озера с натуральными продуктами, по соматическому состоянию гораздо лучше, чем молодёжь, которая сидела перед компьютером с этими ягуарами, джентониками, травили себя всякой химией и так далее. То есть у них было состояние лучше, чем у 30-летних, так сказать, алкоголиков. Я имею в виду их физическое состояние. Я понимаю. Есть такое мнение, что алкоголизм делится на мужской и женский. Правда ли это? Смотрите, мне неоднократно задавали этот вопрос. На самом деле по подфизиологии он ничем не отличается. Да, там немножечко другой обмен, немножечко другие дозы для женщин нужны, но чем более опасен женский алкоголизм, понимаете, когда, ну вот давайте простой пример. Ну, пьяный мужик периодически вызывает смех у окружающих, а пьяная женщина что вызывает? Ну, отвращение, скажем так. Поэтому, если женщину не останавливает ни осуждение окружающих, да, там, социум, который ее отторгает, собственно, от себя, ни какие-то родственные связи, ни родительский инстинкт, они же бросают своих детей, предпочитают алкоголь вместо материнского инстинкта. Вот тогда уже, конечно, все сложнее. Сложнее не выводить их из острого состояния, скорее всего, в противорецидивном плане. То есть большой риск рецидивов заболеваний. А семейная история может как-то влиять на частоту заболеваемости? Вы знаете, как, вы имеете в виду, если выпивали родители? Да. Вы знаете, я заметил наоборот в свое время, то есть если родители злоупотребляли алкоголем, а если дети десоциализированы и, скажем так, не очень благополучны, то они переходили на прием наркотиков. То есть наоборот, насмотревшись с детства на вот эту вот, как они говорят, синьку, у них возникало отвращение к алкоголю, они переходили на наркотики. Либо они вообще ничего не принимают. Ни алкоголь, ни наркотики. Интересно. Насколько часто сейчас вообще ставится этот диагноз алкоголизма? Ну, слушайте, такой статистики у меня, честно, нет. Но насколько он часто ставится, наверное, средние данные надо смотреть по ЦФО, по Минздраву. Лучше с этим вопросом облатиться к наркологам. У меня данные только по психиатрии, честно говоря. Процент излечаемости, он насколько большой? Опять же, понимаете, синдром зависимости от алкоголя, который ставится наркологами, это хроническая болезнь. От него излечиться невозможно. Можно добиться только ремиссии той или иной длительности. Ремиссии бывают разные. У кого-то 10 лет, у кого-то год, у кого-то 30 лет. Тут речь идет о ремиссии. Ну, это как, понимаете, как экзема, как сахарный диабет. Это невозможно вылечить. Вот он есть, если он сформировался, хронический алкоголизм, все, он есть. С этим придется жить, как с диабетом. Ну, как-то так. И бояться срыва получается, да? Не то, что бояться срыва. Нет, почему? Если человек... Подождите, если мы говорим о психотерапии, если человек расценивает это как утрату, да, то он всю жизнь будет держаться на зубах, переживать, мечтать о возобновлении того, употребления и так далее. А если он расценивает это как приобретение новых возможностей и утрату, наоборот, ненужных функций, вот именно своего алкоголизма, тогда у него жизнь расцветает другими красками абсолютно. Как раз вы этим и занимаетесь, да? Как психиатр, как психотерапевт, да, безусловно. Предлагаю опять ненадолго прерваться и посмотреть, как региональные власти содействуют снижению употребления алкоголя и устанавливать дополнительные ограничения на торговлю. Детский сад, школа и новая петейная. Все во дворе одного дома номер 4 по улице Славная. Наталья здесь живет не первый год. Как и многие, будущим соседством с алкогольным магазином недовольна. Здесь будут оры, крики, дети будут плохо спать. И утром все идут в школу, в садики. Не дай бог, здесь кто-то будет валяться в этом состоянии. Ну, для детей это очень плохо. В предпринимательской базе точка зарегистрирована в начале января. Основной вид деятельности – подача напитков. Жители уверены, сразу после открытия так называемое микропредприятие станет местом притяжения «Асоциальных элементов». Я на втором этаже, а в однаме был ночной магазин. Мы вообще не спали. Это горе. Это, как вы знаете, это что-то было. Шум, гам, приду к ним, и участкового вызывала, ругалась. Они мне что отвечали? Давайте вместе с нами. В феврале в России был принят федеральный закон, который позволил регионам самостоятельно регулировать работу наливая. Теперь они могут ограничивать продажу алкоголя в многоквартирных домах и общепите. Во Владимирской области ограничить ночную продажу алкоголя в точках общепита в многоэтажных домах уже с сентября этого года. Такое решение депутаты законодательного собрания приняли 30 мая. В первую очередь запрет коснется так называемых наливаек. Шумные компании и распитие спиртных напитков по ночам лидеры по жалобам на работу так называемых наливаек Владимир Муром, Ковров и Визняковский район. Запрет на ночную продажу алкоголя в точках общепита в многоэтажных домах депутаты одобрили большинством голосов. Новый закон заработает с 1 сентября. Ограничения будут действовать с 10 вечера до 9 утра. Исключение сделают для ресторанов и некоторых туристических объектов. Здесь, конечно, должно поработать и правительство, и мы, депутаты, по выполнению данного закона. Исполняется он или нет. Действительно, но это нам, наше население, наши избиратели, они, конечно же, сразу нам все сигналы предоставят. А считаю, что все-таки он заработает, и мы добьемся результата. — Михаил Александрович, я думаю, только приветствовать такую инициативу в рамках нашего сегодняшнего разговора можно. Существенно поможет, как вы считаете? — Конечно, я считаю, что да. Я очень рад, что такая инициатива существует. Я считаю, что ограничения, безусловно, нужны. — Наша с вами беседа подходит к завершению, но у меня еще есть несколько вопросов, которые я хочу вам задать. Что влияет на чрезмерное употребление спиртных напитков? Есть какой-то список, что-нибудь подобное? — Вы имеете в виду какие-то социальные факторы или медицинские? — И то, и другое. — Да, и медицинские, и социальные. Давайте с социальных начнем. — Ну, социальные не знаю. Социальная неустроенность, допустим, да. Про безработицу сейчас говорить не стоит, потому что, по-моему, сейчас на рынке труда ситуацию диктует работник, а не работодатель. Сейчас везде требуются люди, везде требуются руки. Безработица, слава богу, у нас даже и не пахнет. Все мои даже знакомые, кто занимается бизнесом, не могут работников найти. — Да и так далее. Да не только бизнесом. — В общем-то, по поводу медицинских каких-то факторов. Вы знаете, есть такой термин «эпилептогенез алкоголизма». В свое время я читал, мне очень понравилось. Вот что такое эпилептогенез? То есть, это можно расценивать как какой-то судорожный припадок. То есть, понимаете, человек может сто раз пройти мимо магазина, а сто первый вот его как что-то толкнет, он пошел, купил бутылку и ушел опять в запой. Возможно, может это возможно расценивать как какие-то пароксизмы, если мы говорим о медицине, но мы уходим в дебри какие-то медицинские. — Понятно. А что касается, допустим, социально-общественных каких-то факторов, уровень дохода, мне кажется, уровень жизни особо не влияет, мне кажется, на синдром зависимости от алкоголя. — Давайте немножко попугаем наших телезрителей на развитие каких болезней провоцирует алкоголь. — Боже мой, да всех что угодно. Все органы мишени подвергаются атаке в этот момент. Что такое токсическое действие алкоголя? То есть, нарушается клеточная мембрана и все коферменты выходят в межклеточное пространство, врачи на меня поймут. В чем это выражается? Конечно же, в первую очередь, это алкогольная кардиомиопатия. Огромное количество случаев. Как мне реаниматологи рассказывали в больнице, когда работала наркология, вроде ничего не предвещало. Ну, чтобы вы понимали, у сердца три предохранительных системы. Да, предсердие, желудочки, перегородка там и так далее. И отказывают все три моментально. Именно вследствие алкогольной кардиомиопатии, полинейропатии. Человек может вообще парализовать абсолютно. То есть, он лежит уже, в общем-то, встать не может. И в то же время сердобольные родственники ему по ложечке водочку в рот вливают, потому что человек плохо. Они думают, что он от этого встанет и пойдет. От этого он не пойдет. Я достаточно напугал или продолжил? Я думаю, вполне достаточно. Я еще про панкроинекроз не рассказал, вот от которого тоже, наверное, слышали. Вот этот актер-то умер. Известный достаточно, не буду называть кто, наверное, в прямом эфире. И, естественно, цирроз печени никто не отменял. Абсолютно. Французы, которые славятся своим долгожительством, занимают стабильно первое место по циррозу печени вследствие своих великолепных виноградников. Давайте все-таки на позитивной ноте завершим наше общение. Посоветуйте, как избежать срыва. Вот тем, у кого проблемы, и кто чувствует, что, возможно, у него начинаются проблемы с алкоголем. Могу повториться, смотря как это расценивать. Понимаете? Если вы это расцениваете как утрат отчет, вы все равно сорветесь рано или поздно. Если вы это расцениваете как приобретение, ну, наслаждайтесь жизнью. Вы избавились от костылей каких-то. Я всегда говорил своим пациентам, вот все эти кодировки, торпеды и так далее. Ну, это так называемая запретительная терапия, как мы ее в свое время называли. Подшивки, вот эти вивитролы, дорогущие вот эти препараты. Это все костыли человека, который хочет ходить на первое время. Если вы не хотите ходить, вам никакие костыли не помогут. И, безусловно, на фоне отмены все-таки алкоголя, на фоне воздержания у человека, который, опять же, расценивает как утрату, развивается так называемое пониженное настроение. Депрессия это не назову, но, скажем так, человек все раздражает. Поэтому обязательно надо назначать антидепрессанты. Потому что вот при мне были случаи, приходит родственница и говорит, доктор, а можно его раскодировать обратно? Я говорю, а что случилось? Вы знаете, он раньше вот напьется, накуролесит, потом приходит, ручки целует, подарки дарит. Прям зайка, в общем-то. А вот сидит, его теперь все раздражает, на меня орет, на детей орет. Вот, в общем, ну, человеку, конечно, хочется выпить. Поэтому нужна какая-то поддерживающая терапия, помощь психотерапевтов и какие-то таблетки, конечно, в виде антидепрессантов и так далее. Благодарю за интересную беседу. Пожалуйста, вам спасибо. В студии губернии 33 был главный врач областной психиатрической больницы номер один Михаил Щербаков. А завтра в нашей студии мы поговорим об озеленении города Владимира и новых идеях по украшению улиц и площадей города. С вами был Владимир Михайлов. Хорошего вечера и до новых встреч в эфире.